И я хочу вам сказать, что 12 ноября родилось детское служение, и оно как бы само собой обрело такое название, как Христианская детская школа «Пилигрим». И сейчас такое время, когда наши дети не просто так учатся, мы спускаемся вниз в флоткарницу, и мы проходим по специальной программе, проходим библейские уроки. Кроме этого, мы делаем всякие задания, вместе с учителем в диалоге мы проходим новые темы. Ну и еще очень интересный момент. Дети наши за активность, за хорошее поведение, они собирают баллы. И у нас ведется специальный такой рейтинг по каждому ребенку. И хочу вам сказать, что те дети, которые проявляют активность, кто хорошо себя ведет, они получают вознаграждение. Мы идем на специальное развлечение, так как наша одна из задач детского служения – это общение и укрепить дружеские связи между воспитанниками. Мы ходим вместе на разные мероприятия. Но ходят не все, а ходят те, кто набрал максимальное количество баллов. И за декабрь, родителям же интересно, за декабрь ученики такие, как Алексей Жданович, Злата Жданович, Богдан Пустошила, Анита Пустошила, Ева Шлопак, Давид Шлопак, Матфей Ильи, Алексей Миконошин, Богдан Володин и Полина. Они ходили на каток. Церковь благословила. И я хочу выразить особую благодарность родителям. Это и семья Алии, и семья Пустошила, и Шлопак Базиковы, и даже молодежь, и Сережа Миконошин очень сильно нам помогли в том, чтобы это сделать. И кто-то из наших детей были вообще впервые на катке. И у нас для вас есть специальный отчет, как это было. Я сейчас попрошу Оксану. Она покажет нам ролик, как мы сходили вместе на каток. И можно звук тоже сделать. Альфа, Омега, ты Бог, начало и конец. Ты тот, кто был, тот, кто есть, тот, кто вновь грядет. Дай мне видеть твою славу. Я хочу быть ближе и ближе к тебе. Я хочу быть ближе и ближе к тебе. Солнце даешь сиять, превознесен, прославлен будь. Через кровь твою открыл мне путь. Дай мне видеть твою славу. Я хочу быть ближе и ближе к тебе. Пусть узнает мир, пусть услышит каждый мой бог бестой хвалы. Пусть наполнятся реки, вот ты живой, а будь превознесен. Пусть наполнятся реки, вот ты живой, а будь превознесен. Не остановиться танцевать для тебя. Дай мне насладиться танцевать для тебя. Дай мне насладиться танцевать для тебя. Дай мне насладиться танцевать для тебя. Пусть наполнятся танцевать для тебя. Слава Богу. Пусть услышит каждый мой бог бестой хвалы. Пусть наполнятся реки, вот ты живой, а будь превознесен. Пусть узнает мир, пусть услышит каждый мой гестой хвалы. Слава Богу. потому что за следующий январь месяц мы также будем собирать баллы, и в начале февраля мы повторим. Церковь благословляет, детям это нравится, я думаю, после таких мероприятий мы однозначно станем одной семьей. Ну подожди, это будет летом. На самом деле это не все награды для наших воспитанников. Есть дети, которые максимально послушно себя вели, самые активные, самые выступающие, потому что мы не только ставим баллы за посещение, за дисциплину, за активность, также наши дети являются служителями. И было такое уникальное время, когда они участвовали в рождественском концерте, они выступали в гранд-моле, и также наши дети, потом покажу, что они еще сделали. Итак, хочу сейчас позвать сюда на сцену тех, кто самое максимальное количество времени, усилий потратил за декабрь месяц, это Матфей Ли, а вы, пожалуйста, поаплодируйте. Матюша, идем к нам. Это те ученики, с которых можно реально брать образец. Становись, мы сейчас там сфотографируемся, правда, сфотографируемся, Александр Жданович. Также Ева Шлопак. И я хочу вам сказать, что почему у Матфея, например, было максимальное количество баллов, потому что помимо активности на уроке, послушания, он еще на концерт пригласил своего друга, и поэтому он очень быстро выбился вперед. Ева, ну, Ева это вообще образец, так что мы верим, что каждый из наших учеников, особенно, например, наш Алеша, он долго-долго не понимал, почему, но оказывается, все просто, лучшие настойные награды. И Богдан Володин. Молодец. Поздравляем наших учеников, и мы сфотографируемся. Сейчас, две секунды. Слад, ты держи. Но вы стойте здесь. 7 января, сегодня только 7 января, но я хочу сказать, что наши дети не останавливаются, они уже служат. И я хочу позвать на эту сцену, все правильно, Оксана, музыку давай, всех детей, которые ездили в детский дом в четверг и проявили себя в служении. Анита, Алеша, Полина, Богдан. Кто еще ездил в детский дом? Злата. Давид, ты где оделся? Знаете, это вообще потрясающее время. Вы можете посмотреть видео, не видео, а фотографии. Я хочу наших детей тоже благословить. Они, кстати, уже есть баллы. Вкусно, что у вас уже есть баллы на январь. Супер, вы уже впереди. Супер, вы уже впереди. Ролик, да? Я хотела бы у наших детей, кто реально может что-то сказать, что вы получили после этой поездки. У кого есть желание ответить? Матфей, Ева, Полина, Анита. Давай. Поехали всей семьей в аквахаус, бассейн. Это, наверное, была награда после служения. Супер. Мне понравилось, что я выступал кустиком. Мне понравилось, что я поддерживаю радость детям. Давид, а тебе что понравилось больше всего? Богданчик, может, ты скажешь, что тебе понравилось? Мне понравилось, чтобы столько было, много детей. Вот видите. Увидел так много людей, детей. Я там очень стеснялась, потому что все дети разные, и мне было страшно. Я их всех не знаю. И все. Короче, поедешь еще раз, я поняла. Будем знакомиться. Мне понравилось, что мы подарили детям подарки и танцы. Они были очень рады. И песню подарили. Ну, не знаю, как вы, но я собираюсь еще. Кто в команду к нам поедет еще? Ну, короче, все. Команда есть. Давай. Я два раза был в детском доме. Два раза. Молодцы. Молодцы. Ну, давайте, у нас с наших детей, как вы поняли, есть учет, поэтому им нужно зарабатывать свои баллы и грызть науку библейскую. Поэтому мы помолимся, да? Благословим. Аллилуйя, Господь, слава тебе всемогущий Бог за наших удивительных просто детей. Это твои дети, поистине, это твоя слава Божья. И мы благословляем каждого из них на здоровье. Правильно, Алеша, ты уже знаешь тему. Благословляем на здоровье, на хорошее обучение, Господь. Пусть это будут действительно твои служители, Господь, твои начальники, твои президенты. Со мной согласны? Твои, Господь, поклонники, Господь. Я благодарю тебя за то, что ты их взращиваешь, что они имеют гораздо больше мудрости, чем обычный ребенок, потому что ты через них действуешь. Пусть все их болезни будут исцелены ранами и кровью Иисуса Христа. Мы благословляем на их послушание. Правда, сынок? И, конечно же, пусть они будут огромной радостью во Христе Иисуса каждого из нас. Слава, мы тебя рады видеть. И также тебя благословляем и ждем тебя у нас на уроках в воскресной школе. Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас дети отправятся в воскресную школу. А я вам... Конфеты я передала. Обязательно конфеты откроете, и каждый получит свой сладкий приз. Все, кто был в детском доме, получат конфеты. Меня зовут Ольга. Простите, что я не присталась сначала. И я была первый раз в детском доме. И поделюсь с вами таким личным откровением, что не было страшно ехать, правда. Я думала, что я вся разревусь, что мое сердце не выдержит. И я, наверное, буду себя как-то... Очень долго буду от этого отходить. Потому что если вдруг падает самолет, то я потом целую неделю об этом думаю и переживаю. Но это было просто чудесно, потому что, когда мы туда приехали, мы увидели детей. Мы вам потом покажем ролик. Мое сердце было настолько наполнено радостью, вот реально, как будто я была пьяная. Я даже не ощущала, что это дети, которые сироты. Есть такое выражение, да, безотцовщина. Так я считаю, что безотцовщина это не те, которые остались без отца или матери, а те, которые живут без Бога. Потому что моя радость была настолько... Сердце было настолько наполнено радостью, потому что мы у них есть. Потому что мы приехали не просто с подарками. Сегодня подарили, а завтра они выросли такие, знаете, нам все должны. А то, что мы в конце все-таки... Людмила... Кстати, у нас даже статья уже написана. С вами был журналист один. Написал статью. И та конкретно написала о том, что рассказали историю, и все дети произнесли слова, которые приводят его в жизнь. И вот эта радость... Я вообще не понимала, откуда это пьянство такое во мне. Помутнение. Но было так счастливо, так весело наблюдать за ними. Они такие хорошенькие. Всех хотелось так обнять, потискать. Единственное, мне Мария сказала, ну, тут же мальчики высокие, большие. Ты будь осторожна. Я говорю, да? Потому что реально Бог такой любовью окутал. И мне не страшно, например, стало. Господь благ. Кто еще был в детском доме, давайте мы поделимся и запустим фильм о том, как мы там провели время. Что, больше никто не хочет? Мария. Всем добрый день. Хочу поблагодарить каждого из вас, кто поучаствовал в сборе подарков для этих детей. Спасибо, что каждый взял на себя ответственность. И были классные подарки. Господь благ, у нас нашлись спонсоры. Мы попросим, вернее, даже согласились, директор сказала, что они напишут благодарственное письмо. Да, и в общем, всем большое спасибо. Еще будет свидетельство? Окей. Попросим Оксану включить фильм. И я думаю, что мы хоть чуть-чуть, хотя бы частичку вам передадим того, что мы там получили для себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравейте, децам! Здравейте! Здравейте! Много ви обидите меня? Ни! Ни! Я хочу сказать, что ты суток, и я хочу сказать, что ты суток. А послушайте, а послушайте. Здравейте! Да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»